Мультиморбидный пациент, сохранивший сердечные недостаточности, возможность рациональной фармакотерапии. Вера Николаевна Ларина, заведующая кафедра поликлинической терапии 2-го медицинского института. Без лавы, я из Эфира, с Вашего позволения, выхожу. Добрый день, глубоко уважаемый Павел Андреевич. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Большое спасибо за то, что сегодня мы можем обсудить такие серьезные проблемы. Я постараюсь также с Вами рассмотреть возможные подходы к тактике ведения мультиморбидного пациента с сердечной недостаточностью. Я хочу озвучить тот момент, что лекция поддерживается фармацевтической компанией Микролабс ЛТД. Уважаемые коллеги, про актуальность хронической сердечной недостаточности наверное, можно и не говорить в сегодняшней аудитории. Но тем не менее, данная проблема беспокоит нас. И обусловлено это, безусловно, высокой заболеваемостью и высокими цифрами летальности наших пациентов, особенно в старшем возрасте. И, конечно же, многими-многими составляющими, которые приводят и к высокой частоте госпитализации, и прогрессированию, и развитию декомпенсации. Хроническая сердечная недостаточность на сегодняшний день рассматривается как многофакторный синдром, который развивается на фоне многих заболеваний. Перед Вами, уважаемые коллеги, они представлены. Но если мы говорим о мультиморбидном пациенте, как правило, это человек пожилого, старческого возраста, то особенностью именно развития сердечной недостаточности в этом возрасте является наличие нескольких идеологических факторов, что, безусловно, затрудняет своевременную диагностику, затрудняет тактику ведения. Ну а наиболее частые комбинации заболеваний в этом возрасте включают в себя ишемическую болезнь сердца, гипертензию, артериальную гипертензию, диабет, гипертензию и фибрилляцию предсердий. И сам процесс развития сердечной недостаточности, он достаточно сложный. И сердечно-сосудистый континуум представляет собой такой перечень взаимосвязанных изменений, которые наблюдаются на протяжении многих лет в сердечно-сосудистой системе, начиная от всем известных нам хорошо факторов риска, с постепенным развитием ишемии миокарда, с нарушением эндотериальной функции, активации нейрогуморальной системы и, конечно же, развитие тех клинических симптомов и признаков, которые и характеризуют пациента сердечной недостаточностью. Если мы говорим о таком классическом варианте сердечной недостаточности, то это, конечно же, сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса левого желудочка. На данном слайде также представлен каскад, что происходит в организме человека, почему это происходит. И, конечно же, при данном фенотипе мы наблюдаем максимально неблагоприятный прогноз. Последние годы наблюдается нарастание количества пациентов именно сердечной недостаточностью и сохраненной фракцией выброса левого желудочка. Многие эксперты, ученые предлагают нам рассматривать это патологическое состояние как комплекс заболеваний, вклад огромный в формирование данного синдрома вносит именно сопутствующая патология. И те патогенетические механизмы, которые происходят при данном фенотипе сердечной недостаточности, они, конечно же, обусловлены повышенной жесткостью, активацией фиброцитов и очень выраженным процессом ремоделирования левого желудочка и левого предсердия. Уважаемые коллеги, на данном слайде представлены три фенотипа. Сердечная недостаточность. Каждый из них имеет определенные свои особенности. Также выделяется фенотип с промежуточной или слегка сниженной фракцией выброса левого желудочка. Но пациенты с данной картиной, они все-таки близки к пациентам со сниженной фракцией выброса левого желудочка. Очень много общего имеется. Но тем не менее, вот если мы говорим о сердечно-сосудистом риске, если мы говорим об этиологии, именно о ишемической болезни сердца, то, конечно же, в фокусе нашего внимания именно пациенты со сниженной фракцией выброса левого желудочка. Как же вести таких пациентов, особенно тех пациентов, которые имеют комплексную патологию? Подходы к ведению таких пациентов общеприняты. Они вам, уважаемые коллеги, хорошо известны. Ну, во-первых, это, конечно же, своевременное выявление факторов риска, заболеваний, которые приводят к или прогрессированию сердечной недостаточности, или ее декомпенсации. Это не медикаментозные меры по профилактике, которые включают обязательное изменение образа жизни в зависимости, если пациент действительно не совсем рационально, грамотно соблюдает все рекомендации врача. Это и электрофизиологические методы лечения, хирургические, механические и, конечно же, медикаментозная терапия, поскольку фармакотерапия – это основа лечения пациентов сердечной недостаточностью. И на сегодняшний день выделяются так называемые болезни модифицируемые или базисные, или основные классы препаратов лечения пациентов сердечной недостаточностью и сниженные фракции выброса левого желудочка. Они перед вами представлены. Это ингибиторы ангетидин, превращающего ферменты ангетидина, рецепторы в два антагониста в комбинации с прочими препаратами. Это антагонисты минерал-кортикоидных рецепторов, ингибиторы натрия-глюкозного код-распортера второго типа, и бета-адреноблокаторы. Почему же эти группы препаратов рассматривают как базисные или болезнь модифицируемые? А потому что именно эти препараты в крупнейших рандомизированных контролируемых клинических исследованиях доказали свое благоприятное влияние на прогноз. Очень часто доктора задают такой вопрос. Скажите, пожалуйста, но все-таки основные крупнейшие клинические исследования проводились в конце 20 века. Действительно ли это так, что сейчас мы применяем эти препараты, но ведь меняется популяция пациентов, меняются особенности наших пациентов? И вот чтобы дать ответ на этот вопрос, многие ученые проводят и крупнейшие сетевые метаанализы, и вот один из них я хочу представить вашему вниманию. Этот метаанализ включил 57 рандомизированных клинических исследований, которые проводились за период с 1987 по 2015 год, и оценивалась именно эффективность нейрогумооральных модуляторов, таких как ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов ангетензина-2, бета-адреноблокаторы, антагонисты минерал-кортикоидных рецепторов. И было доказано, что действительно эти препараты доказали благоприятное влияние на прогноз, и мы можем совершенно спокойно, с уверенностью принимать эти группы препаратов. И если мы говорим об бета-адреноблокаторах, а сегодня я постараюсь уделить много внимания этой группе лекарственных препаратов, то также хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на достаточно известный исследователь Синьорс, в котором изучался неббивалол, это бета-адреноблокатор, с вазотилатирующей активностью, но он изучался именно в группе пациентов старшего возраста, 70 лет и старше, которые были госпитализированы в связи с хронической сердечной недостаточностью, имели низкую фракцию выброса левого желудочка. И надо отметить, что также в этом исследовании изучалась группа пациентов из более высокой фракции выброса левого желудочка. И в результате лечения, этот период составил где-то около двух лет, было отмечено снижение как общей смертности, так и госпитализацией по поводу сердечной недостаточности где-то на 14%. И на сегодняшний день бета-адреноблокаторы очень широко применяются при лечении пациентов не только с сердечной недостаточностью, но и с ишемической болезнью сердца, с артериальной гипертензией, то есть, по сути, со всеми теми патологиями, которые и являются ведущими причинами развития сердечной недостаточности. Что же у нас в стране изменилось за последние 20 лет наблюдения за пациентами сердечной недостаточности? И вот результаты исследований эпоха хронической сердечной недостаточности, это крупнейшее эпидемиологическое исследование, которое проводится в нашей стране, показало, что все-таки, все-таки лишь часть пациентов принимает необходимые препараты, которые абсолютно показаны нашим пациентам. И если мы говорим об бета-адреноблокаторах, то всего лишь 75%, но далеко не все принимают эти препараты, несмотря на то, что бета-адреноблокаторы – это обязательный компонент терапии пациентов с сердечной недостаточностью, не только со сниженной фракцией выброса левого желудочка. И обратите внимание, что именно в этой когорте пациентов назначение этой группы препаратов имеет максимальную доказанность, но и также у пациентов с умеренно сниженной и сохраненной фракцией выброса левого желудочка. Вот так вот происходило развитие фармакотерапии пациентов с сердечной недостаточностью, масса крупнейших исследований мировых, на которых сейчас базируется лечение пациентов, страдающих данной патологией. И вот как раз достойное место здесь и занимают бета-адреноблокаторы, которые очень активно изучались с конца 20-го и в начале 21-го века. Значимость бета-адреноблокаторов объясняется тем, что в 1988 году была присвоена Нобелевская премия ученым за открытие важных принципов лекарственной терапии, была изучена очень детально природа бета-рецепторов, и вот как раз был разработан первый препарат, пропоронолол, который очень активно начал приниматься в широкой клинической практике. Основные эффекты бета-адреноблокаторов нам все очень хорошо известны. Еще, наверное, с курса начального, когда мы обучались в медицинском возе, нам очень хорошо известны все 4 отрицательных эффекта. Это БАТМА, ИНО, ДРОМА эффект. И надо отметить, что как раз вот эти эффекты обеспечивают реализацию антиангенального, антиишемического эффекта, обеспечивают контроль ренино-ангетензина-альдостероновой системы, снижают активность симпата-адреналовой системы. Ну и, конечно же, за счет того, что идет очень такая мощная блокада бета-атренорецепторов сердца, что препятствует действию на них катехоламина, мы также наблюдаем и улучшение кровоснабжения сердечной мышцы, уменьшение потребностей миокарда в кислороде, и снижение частоты синусовой импульсации, к топической активности миокарда, и, конечно же, уменьшение риска развития нарушения ритма, в том числе и жизни угрожающих. Небиволол является представителем бета-атреноблокаторов третьего поколения, его особенность такова, что он является жирорастворимым препаратом, у него нет внутренней симпата активности, но при этом он имеет дополнительные свойства в виде вазодилатации, поскольку он способствует очень активно выработке оксида азота. Кроме того, именно небиволол занимает самую верхнюю позицию относительно селективности к бета-адренорецепторам, и за счет этого он имеет дополнительное очень выраженное действие и максимально низкую частоту нежелательных явлений. Если мы вернемся опять к пациентам, мультиморбидным пациентам старшего возраста, то данная группа пациентов, конечно же, не характеризуется тем, что у них нередко мы наблюдаем ортостатические реакции, но это все обусловлено определенными инвалидными изменениями, которые происходят в организме человека по мере старения, меняется фармакокинетика, фармакодинамика препаратов, плюс мы видим эффекты и сопутствующие патологии, но мы также наблюдаем и появление гериатрических синдромов, которые меняют течение сердечной недостаточности, снижается приверженность лечению, и если в группе людей пожилого возраста все-таки на первое место в структуре мультиморбидности выходят патологии сердечно-сосудистой системы, то уже в старческом возрасте на первое место выходит старческая остыния. Это один из ведущих гериатрических синдромов. Также в наши дни мы называем этот синдром хрупкости, или мы рассматриваем таких пациентов как хрупкими, которые являются максимально уязвимыми к развитию всевозможных нежелательных явлений. Хрупкость рассматривается как вариант неблагоприятного старения, и, безусловно, вот именно искусство врача и заключается в том, как грамотно подобрать терапию таким пациентам. Про эндотелиальную функцию я очень кратко сказала, когда обсуждала с вами именно патогенез, формирование сердечной недостаточности, но на сегодняшний день все больше и больше исследований подтверждают нам очень тесную взаимосвязь эндотелиальной дисфункции с разными процессами, которые мы наблюдаем у пациентов с гипертензией, с ишемической болезнью сердца, с диабетом, ожирением, сердечной недостаточности. И, конечно же, эндотелиальная дисфункция – это один из ведущих механизмов прогрессирования многих заболеваний. Плюс также наблюдается повышенная продукция свободных радикалов, которые и усугубляют, в том числе и микрососудистую дисфункцию, повреждают мембрану клеток и формируют такое длительное хроническое воспаление за счет провокации выработки провоспалительных цитокинов. И вот как раз небивалол в этой ситуации является препаратом выбора мультиморбидных пациентов с сердечной недостаточностью, с гипертензией, с ишемической болезнью сердца, особенно у кого высокая вероятность ортостатической гипотензии. И, возможно, вот этот эффект небивалола, он и объясняется отсутствием влияния препарата именно на альфа-адренорецепторы. Также на сегодняшний день появляются работы, их уже достаточно много, которые предлагают небивалол рассматривать как возможный геропротектор, поскольку есть данные о воздействии препарата на экспрессию сертуинов и, вероятно, можно моделировать эффекты старения и при этом наблюдать улучшение как структурных, так и функциональных параметров сосудистой стенки. И вот как раз, поскольку мы всегда говорим о возможных перспективах, одна из перспектив – это именно изучение антивозрастных свойств данного препарата. И мы очень надеемся, что действительно в этом плане будут достигнуты определенные успехи. Я не могу не осветить и дополнительные палеотропные эффекты препарата, которые обуславливают противодействие атеротромбогенезу и метаболическим нарушениям. Когда мы назначаем препарат, мы, конечно же, всегда ориентируемся и на собственный опыт, и на доказательную медицину, но мы, безусловно, должны понять, насколько метаболически нейтрален этот препарат. И вот, в частности, небивалол является таким препаратом, показано минимальное воздействие на усугубление метаболических показателей. Как раз вот данный препарат у пациентов с гипертензией, с сахарным диабетом показал свою метаболическую нейтральность. И еще один важный вопрос, который также волнует наших докторов – какой же препарат выбрать – дженерик или оригинальный препарат? Потому что каждый день мы с вами пытаемся понять, как помочь нашему пациенту. И, уважаемые коллеги, хочу сказать, что воспроизведенные лекарственные средства содержат, по сути, такую же фармацевтическую субстанцию, легкомбинацию, в такой же лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное средство, и поступает в обращение после поступления в обращение оригинального лекарственного средства. И вот как раз решение этого вопроса очень актуально у наших мультиморбидных пациентов. И вашему вниманию хочу представить уникальный препарат, который имеет название Нибилонг. Это Нибилет, это Нибивалонг, который содержится в нескольких лекарственных формах. Это такая альтернатива очень хорошая. Есть лекарственная форма 2,5 мг, 5 мг, 10 мг. В чем это преимущество? А то, что мы можем начинать с маленькой-маленькой крошечной дозировки и очень аккуратно тетровать этот препарат у наших мультиморбидных пациентов. И вот то, что я вам сказала, что данный препарат имеется в трех уникальных дозировках, это безусловно преимущество препарата. И мы можем всегда начинать с маленькой дозы это лечение и в дальнейшем при тетрации и подключении препаратов, которые влияют на другие патогенетические механизмы, добиться в том числе и не только клинических эффектов, но и это безусловно удобное такое направление для повышения приверженности лечения, чтобы достигнуть контроля артериального давления, достигнуть контроля симптомов сердечной недостаточности и многое другое. Ну и вот если говорить о симптомах и признаках сердечной недостаточности, они также вам очень хорошо известны. И вот обратите внимание, что, конечно же, наиболее типичные проявления сердечной недостаточности – это задержка жидкости в организме, это перегрузка объемом и формирование отечного синдрома, который также является достаточно сложным процессом. Здесь мы наблюдаем не только систолическую, диастолическую дисфункцию левого желудочка, который вносит свой определенный вклад в задержку жидкости и так далее, но и на этом фоне мы наблюдаем активацию нейрогоморальной системы, также с последующей задержкой натрия, воды, и все это формирует увеличение давления наполнения камер сердца и необходимости, безусловно, подключения к комплексной терапии диуретиков. Алгоритмы значения диуретиков очень достаточно известны, он вам также хорошо известен, особенно кто ежедневно занимается такими пациентами, он прописан четко в наших клинических рекомендациях. И хочу обратить ваше внимание, что уже начиная с второго функционального класса, в случае застоя жидкости мы уже рекомендуем петлевые или тиозидные диуретики, которые в комплексе также способствуют улучшению клинического состояния. Если говорить о тиозидных диуретиках, то, наверное, это максимально эффективные и дешевые препараты, то есть действительно цена-качество вполне достойная. Эти препараты применяются при лечении гипертензии уже с конца 50-х годов и являются препаратами стартовой поддерживающей терапии не только при артериальной гипертензии, но и при сердечной недостаточности. У них очень много всевозможных преимуществ, в том числе и профилактика инсульта, сердечной недостаточности, в том числе эффективны у солечувствительных пациентов, пациентов, которые также склонны к развитию отеков. И опять же, возвращаясь к метаболическим показателям, данный препарат также в маленькой дозе является метаболически нейтральным. Это доказано, если раньше пытались назначать большие дозы, чтобы достичь диуретический эффект, то сейчас уже доказано, что крошечные также дозы гидрохлортиазида в комбинации с другими препаратами не оказывают никакого неблагоприятного влияния ни на липидный профиль, ни на глюкозный гомеостаз, ни на электролитные изменения. И также есть фиксированная комбинация, которая содержит в своем составе небивалол 5 мг и гидрохлортиазид в дозе 12,5 мг, эта комбинация называется небилонг-эйдж, две современные эффективные молекулы, которые оптимально улучшают клиническое состояние наших пациентов. Таким образом можно выделить так называемые клинические портреты пациентов, кому мы можем рекомендовать эти группы препаратов. Это пациенты с гипертензией, сердечной недостаточностью и с дисфункцией левого желудочка. Это могут быть также пациенты пожилые с гипертензией и бессердечной недостаточностью, пациенты с изолированной систолической гипертензией. И, конечно же, вопрос приверженности терапии, он является в этой ситуации очень важным. Тем более, что фиксированные комбинации препаратов доказано являются фактором повышения приверженности лечения. И, уважаемые коллеги, в заключении хочу обратить ваше внимание на очень интересную шкалу, она мне очень понравилась, я не могу не поделиться с вами этими данными. Это такая простая шкала оценки рекомендованной медикаментозной терапии пациентам со сниженной фракцией выброса левого желудочка и слегка сниженной фракцией выброса левого желудочка, страдающим хронической сердечной недостаточности. Сам факт назначения препаратов, а также дозировка препарата отражает определенный балл. Общее количество баллов максимальное 9. И обратите внимание, что также в этой таблице очень такое важное место занимают бета-адреноблокаторы. Не назначение бета-блокаторов – это плохо. Ну и, соответственно, если мы пациенту рекомендуем более 50 хотя бы процентов максимальной суточной дозы, это прекрасный результат. Какие же были получены результаты и выводы при работе с этой шкалой? Показано, что назначение пяти и более болезнь модифицирующих лекарственных препаратов способствует тому, что снижается общая смертность, снижается частота повторных госпитализаций в связи с сердечной недостаточностью и комбинированный исход. И эта разница была статистически значимой. И как раз вот эта простая шкала, она помогает оценить прогноз и, безусловно, улучшить прогноз наших пациентов. Ну и, что очень важно, что даже если по какой-то причине все четыре препарата не могут быть назначены, то вот именно вот эта схема с простым показателем пяти и более модифицирующих препаратов может помочь нам выбрать правильную стратегию в тактике ведения пациента и улучшить его прогноз. Таким образом, уважаемые коллеги, стратегия мероприятий при сердечной недостаточности, она, безусловно, комплексная. Ну, она, безусловно, и междисциплинарная, и мы не можем обойтись здесь без врачей-специалистов. И всегда любая стратегия подразумевает индивидуальный подход к человеку, а не просто болезнь. Ну, как раз Павел Андреевич сегодня с этого такого наглядного примера начал пленарное заседание, что всегда мы должны уделять внимание конкретно человеку, а не просто болезни. Спасибо, уважаемые коллеги, за возможность принять участие, это очень почетно выступить на пленарном заседании. Я благодарю вас за ваше время и позвольте всех поздравить с наступающим Новым Годом. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Ну, мне особенно приятно вас видеть, потому что сегодня у нас вообще такой день, когда все наши выступающие лектора, они все имеют непосредственное отношение к нашему московскому городскому научному обществу терапевтов, поддерживают, работают, взаимодействуют. Такое тоже, в общем, не всегда у нас бывает парад. Так, значит, больные с хобол и бронхиальной астмой, как здесь оценится переносимость блокаторов? Ну, во-первых, мы всегда должны помнить, что у каждой группы препаратов есть побочные эффекты, у бета-адреноблокаторов они также есть. Бронхиальная астма – это противопоказание к назначению бета-адреноблокаторов. Ну, а при хобол бета-адреноблокаторы показаны, хотя есть небольшая ремарка, что это относительные противопоказания, но если у нас пациент с хобол, с сердечной недостаточностью, и мы вынуждены по каким-то причинам назначить бета-адреноблокатор, но мы это не можем сделать, есть альтернатива – это ивопродин, который блокатор уже не влияет на именно те моменты, которые обычно делают бета-адреноблокаторы. Так что это все… Не вызывает бронхоспазмы. Да. А вообще блокаторы у всех вызывают бронхоспазмы? Дурацкий вопрос у меня вдруг возил. Все зависит, безусловно, от степени селективности и от поколения. Более ранние поколения, более высокая вероятность развития бронхоспазма, но если мы говорим о более современных, о втором-третьем поколении, здесь уже вопрос дозировки. Если передозировка, то бронхоспазм, естественно, может быть. Понятно. Так, саркоидоз не противопоказан ли БАП? Саркоидоз не противопоказан ли БАП? Ну, насколько я помню, к абсолютным противопоказаниям это не относится. А какая связь между БАПом и саркоидозом, честно говоря, я тоже немножко в недоумении. Там все-таки какая-то аутоиммунная патология. Понимаете, если мы говорим о противопоказаниях, назначения бета-атреноблокаторов, то у нас есть такая волшебная палочка, это грамотная тетрация препарата, начиная с мизерной дозы. И вот как раз прелесть вот этого препарата заключается в том, небелонга, что у него также есть таблеточка 2,5 мг. мы можем очень аккуратно начинать эту терапию с мизерной дозы. Через 2 недели мы должны обязательно пригласить пациента и проконтролировать его состояние. И вот в дальнейшем, безусловно, под контролем пульса, уровня артериального давления, клинического состояния, жалоб мы все это мониторируем очень прицельно. При постоянной форме фибрилляции, ХСН, с астмой, какая тактика назначения бета-атреноблокаторов? Ну, если с астмой, то мы бета-атреноблокаторы не назначаем. У нас есть и вабродин. Если у нас, ну, то есть вот так, если там вклинивается бронхиальная астма. Ну, а и возвращаясь к вопросу о тетровании доз, всегда можно попробовать маленькие дозы, посмотреть, что из этого будет, если вам очень нужен бета-блокатор. Да, Павел Андреевич, и если вот возвратиться нам к блокатору АФ-каналов, вот и вабродин, он как раз является альтернативой вот для таких пациентов. Как-то снижает ЧСС на фибрилляции.